Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». 8 лет назад в Грузии случилась революция. После парламентских выборов 2 ноября 2003 года, когда уровень фальсификации достиг критического, а недовольство жителей страны, коррупции и неэффективной политикой Эдуарда Шварнадзе, сторонники демократических преобразований вышли на улицы. Каждая революция со временем обрастает мифами и легендами. Революция Рос стала к тому же и причиной новой информационной войны российской пропаганды против Грузии, а три года назад и одной из причин российско-грузинской войны. Наша сегодняшняя передача посвящена революции Рос, причинам, последствиям и реальности страны, которая решила уйти из пространства постсоветской идеологии. Давайте вспомним, как это происходило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы говорим о революции Рос, которая произошла 8 лет назад. И представлю своего первого гостя. Это депутат парламента Грузии Георгия Габашвили. Добрый вечер. Георгий, а зачем вообще нужна была революция? Революция произошла из-за того, что людям не дали с помощью выборов сменить власти. Были выборы. Эти выборы показали, что власть абсолютно коррумпирована, абсолютно не уважает выбор своих граждан. Это были самые неорганизованные, самые нечестные, самые сфальсифицированные выборы. И это показали им параллельный подсчет голосов, это показали экзит-полы. И люди вдруг увидели, что им не дали права выбора. И люди вышли на улицы. Конечно же, это все копилось годами. Невиданные коррупционные схемы, которые тогда действовали. Не было света, не было пенсии, не было порядка. Бушевал криминал, так сказать. Мафия и воры контролировали все структуры в государстве. И это накапливалось, накапливалось, накапливалось. И, конечно же, чувствовался, так сказать, ветер перемен. И эти перемены люди ожидали 2 ноября на выборах. И перемен не произошло, потому что людям вдруг объявили, что ошибаются и параллельный подсчет голосов, ошибаются и наблюдатели, ошибаются и сами граждане. И тысячам и тысячам гражданам не было дано возможности выразить свое мнение у избирательных урон, потому что их просто не оказалось. А какой уровень фальсификации был? Какой процент? Ну, это был огромный процент. Это была, так сказать, центральная избирательная комиссия. Тогда, когда объявляла итоги голосования, она поставила, так сказать, все наизнанку. Но тогда было ясно, что национальное движение Михаила Саакашвили и демократы с руководством Зураба Жуани и политические партии и оппозиции получают большинство в парламенте, и они одерживают победу. И блок Саакашвили вышел на первое место. Это показывали все и наблюдатели, и показывали параллельный подсчет голосов, который был очень точным инструментом определения истины, так сказать. И все экзит-полы, которые тогда проводились, все показывали один и тот же результат, что победила партия Саакашвили, которая вышла на первое место. И после этого началась, так сказать, эта фальсификация. В официальных итогах на первое место вышла партия Шеварднадзе. В блоке с Асланом Абашидзе, они тогда могли, так сказать, гарантировать для себя спокойное продолжение, так сказать, той коррупционной схемы и того развала, который тогда существовал. И люди ушли на улицы, ушли на улицы, опротестовали эти итоги. И с каждым днем это движение набирало силу. И в конце концов, когда уже власти не отступили, они хотели легализовать на первом соседании эти фальсифицированные итоги выборов в парламент, тогда уже настал, так сказать, решающий момент. И уже, так сказать, проявилась демократия в своей первозданной форме. Если демократии не дают, так сказать, осуществляться через институты, через механизмы... Она выходит на улицы. Она выходит на улицы, и как раз она вышла на улицы и сделала свое дело. И с этого все началось. Да, спасибо, но с этим началась и новый виток информационной войны России против Грузии. С приходом к власти Саакашвили, его партии, с началом реформ. Чего боится Кремль? Кремль боится того, что страны могут быть независимыми, либеральными, выстраивать свое общество на принципах западной демократии, интегрироваться в Европу, интегрироваться в Североатлантический альянс. Этого всего, конечно же, Россия боится, потому что концепция сегодня руководителей российских такова, что существует некое ближнее зарубежье, существует в сфере привилегированного влияния. И в этих сферах, и эти сферы включают, конечно же, в первую очередь постсоветские так называемые страны, там должно распространяться влияние российское, и должна распространяться даже та модель общества, которая функционирует в России. И вот те примеры, что можно, оказывается, победить коррупцию, можно, оказывается, очистить МВД и структуру безопасности от воров и от криминалов, можно либерализовать экономику, можно отменять тысячи и тысячи лицензий, так сказать, барьеров, бюрократических барьеров для развития бизнеса, можно выстраивать европейское государство в этом пространстве. И ничего различного, так называемых, постсоветских граждан, нету от европейских граждан. Те же самые устремления, те же самые, так сказать, идеалы. И вот этот пример, конечно же, очень напугал. Спасибо. Мы еще вернемся к обсуждению результатов революции, но прежде хочу познакомить вас с мнениями разных людей, живущих в странах постсоветского пространства. Семь лет в Грузии прошло, и после революции рос, и я думаю, что уже практически каждому видны результаты этого. Дело в том, что когда решают люди, когда решает народ, когда решают избиратели, а не кто-то за них, то и властям приходится соответствовать тому импульсу, который идет от общества. Тогда власти вынуждены выстраивать так жизнь, как хотелось бы большинству населения. И это совершенно очевидно. Видно, что в Грузии сейчас очень многое сделано для удобства людей, для того, чтобы люди не были теми баранами, которыми они являются сегодня в России и в Белоруссии, между прочим. И для того, чтобы люди не считались властями за скот. И это очень важно. Это очень важно, когда именно люди принимают решения, именно народ принимает решения, кто их будет возглавлять и как их будут вести. К сожалению, это на пространствах СНГ не так, не везде так, скажем так. И вот отрицательные моменты мы видим и в России, и в Белоруссии у нас, когда народ считают забыдло, и когда с его мнением абсолютно не считаются. Вот это главное достояние, достижение революции РОС, которое я вижу вот отсюда и издали из Белоруссии. И очень вам завидую по этому поводу. Ну, безусловно, революция РОС, или как бы ее ни склоняли оппозиционеры, а этой революции, она оказала благотворное влияние на молдаван. И воспринимается только со знаком плюс. И начнем даже с того, что Михаил Саакашвили оказал непосредственное влияние на бывшего коммунистического лидера, для того, чтобы он стал более сговорчив с существующей оппозицией тогда. Правда, он уже перестал быть у власти, оказался он в оппозиции. И чувствует на себе, как хорошо или как плохо иметь, скажем, волевой кулак у власти. Другое дело, что молдаване пытаются идти вслед-вслед с грузинской революцией и иногда наступают на те же грабли. Поэтому творческое восприятие грузинской революции не мешает никому. Но положительные примеры и самые яркие, это, по-моему, реформа в полиции или борьба с коррупцией, это продолжает оказывать хорошее влияние на тех, кто действительно думает и заботится о том, как надо устроить жизнь всего народа, а не только о своем политическом благе. Я чувствую, нахожу в Грузии то, что даже мне иногда в Литве не хватает. Поэтому я лично, если оценивать революцию, наверное, как журналисту лучше бы не с политической стороны, а в первую очередь с социальной. Потому что люди, они обычно, они радуются теми малыми вещами, которые случаются в жизни, но они часто и критикуют тех же политиков, что они не все сразу сделали, хотя людям хотелось как бы за один день, если поменяли тех же политиков, чтобы они жизнь изменили к лучшему. И вот эти нужды и надежды, они всегда должны себе иметь сбалансированное чувство, что не все делают только политики. Мы сами должны многие вещи делать. И это не меняется за день. Я думаю, что вот молодежь, которую я вижу на улицах, они, конечно, немножко другие, чем мои ровесники или люди старшие. И я думаю, что вот эти изменения не в этой сфере, они, наверное, больше скажут еще через несколько лет, допустим, 12 лет или 10 лет, когда уже целое поколение поменяется полностью, вот насколько они чувствуют себя хорошо в своей стране. Вот это будет, наверное, самым лучшим измерением того, что и происходило уже какой-нибудь отремежуток тому назад. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы вспоминаем о событии восьмилетней давности, о революции Россы. И хочу представить еще одного своего гостя. Это Гоча Чкетия, один из создателей молодежного движения Кмара, что в переводе с грузинского означает «хватит». Гоча, один из мифов революции говорит о том, что революцию Росс в основном делали жители Тбилиси, тбилисцы. И остальная часть Грузии но выжидала результатов этой революции. Как это происходило у вас на родине, в Кутаисе? Это было вдохновение всего грузинского народа. Это был парив души целого грузинского народа. Народ, который очень долго, на протяжении 12 лет, во время правления Шеварднадзе, докатился до того, что страна была погружена в тотальную коррупцию. Была масса проблем внутриполитического и внешнеполитического плана. И Шеварднадзе, который уверял народ, как будто коррупция это фундамент страны и гарант стабильности. Людям нравился Саакашвили, нравились его энергичные выступления. И люди засомневались, может быть, не все так, как говорит нам Шеварднадзе. Может быть, действительно коррупция это не судьба грузинского народа. Может быть, коррупция мешает развитию страны. Может быть, уже созрела ситуация к новым изменениям, к переменам в обществе и в целом государстве. Но народ был отвикшим от выражения массового протеста, потому что на протяжении многих лет он не выступал, не выражал свой протест, выходя на улицу. Обычно, когда говорят о тех людях, которые создают революции, но их нужно искать, их нужно готовить. А население постсоветского пространства довольно инертно, когда речь идет о политике, о демократии, о необходимости реформ, преобразований. Как вы искали своих сторонников? Зародилась идея среди молодых людей, чтобы создать организацию, которая хочет напомнить, хочет спровоцировать, которая хочет подтолкнуть народа на выход на улицу, напомнить людям, что есть такая форма протеста в виде собраний и манифестаций. Этим толчком, этим рычагом, этим стартером послужило и создание нашей организации КМАРа. По всей Грузии нас удалось мобилизовать около 450-500 человек, абсолютно молодые люди. И последний вопрос. Как много сторонников вам удалось собрать и участвовать потом в революции РОС? Да, нас удалось мобилизовать около 500 человек по всей Грузии. Из каждого районного центра, из каждого города где-то около 10-15 человек. А в Тбилиси, наверное, было много. Их было, по-моему, около 100 человек. Спасибо большое. Это был Гоча Чкетти, один из основателей молодежного движения КМАРа. Многие, кто участвовал тогда в революции, в том числе и вы, Георгий, ожидали каких-то последствий. Ну, революции без идеи, без цели не может быть. Но, может быть, мы вернемся еще о результатах революции чуть позже. Сейчас хотел бы я вас спросить о том, на постсоветском пространстве из всех событий, которые, ну, называют революциями или какими-то событиями, связанными с изменением власти, но продолжают какие-то цели, которые ставили вы тогда в Грузии. но все-таки оценка достижениям и ошибкам за восемь лет. Вы можете дать? Ну, в целом, нужно сказать, что главный лозунг революции, того движения тогда была «Грузия без коррупции». Это была главнейшая, первейшая проблема, потому что в эту коррупционную сеть, так сказать, в эту круговую поруку были включены абсолютно все государственные институты и все бизнесы и частный сектор. Все функционировало на этом, на этой почве, на коррупционной почве. Первое было, так сказать, вот это сломать, сломать хребет, так сказать, коррупции. И это сегодняшнего, так сказать, если мы с сегодняшнего дня посмотрим на эти восемь лет, можно сказать, что цель в основном достигнута. И когда 80% наших граждан еще в 2003 году говорило, что у них есть каждодневная связь с коррупцией, и коррупция тотальна, сегодня 98% наших граждан говорят, что они не сталкивались с своей повседневной жизнью с коррупцией. Это очень высокий показатель не только для бывших, так сказать, советских стран, но и для Европы. Это очень высокий показатель. Еще одним из самых главных было искорнение этой криминальной ментальности, так сказать, этих понятий, воровских понятий, которые проникали везде, которые рушили, так сказать, здоровое тело государства. И это тоже, в принципе, удалось разрушить этот миф влияния и всемогущества воров, и криминалов, и авторитетов, которых, кстати, в аэропортах встречали министры тогда и провожали до своих резиденций. Но сейчас это делают то же самое, только в других странах. В других странах, да, и вот эта война, прямо сказать, против воров, война против коррупции, война против криминала, это все является огромным плюсом. Это является, в принципе, революцией. Революция не только этот день, 22-23 ноября, когда люди вышли на улицы и сменили практически власти, а революция произошла потом. Революция ментальности, революция в советском понятии, так сказать, общества. Это все каждый день рушилось и рушилось. Вы предугадываете мой следующий вопрос. А какие препятствия вы видели тогда и сейчас для того, чтобы осуществить те цели, те задачи, которые вы ставили во время революции? Первейшей, важнейшей, так сказать, задачей тогда было проведение реформ. И всякие реформы имеют, конечно же, больные, так сказать, полевые моменты. И когда ты в корень меняешь систему, например, в систему образования и выносишь экзамен из вузов, это, конечно же, является проблемой, когда мы, так сказать, думали о системе единых национальных экзаменов. Или если ты освобождаешь тысячи и тысячи сотрудников полиции, тысячи и тысячи сотрудников таможен, когда ты драматически, так сказать, сокращаешь и численность бюрократии, и средства влияния бюрократии, когда ты сокращаешь инструменты бюрократии, это, конечно же, затрагивает интересы конкретных людей, конкретных кругов, конкретных социальных прослойок. Или ты останавливаешься и говоришь, что это настолько болезненная реформа, что ее нельзя делать, можно делать очень постепенно, очень медленно. Или ты решаешь и делаешь, это и не смотришь на то, что в последствии этого потеряешь какой-то уровень поддержки или рейтинга и так далее, потому что рейтинг это как валюта, ее надо тратить для того, чтобы модернизировать общество, для того, чтобы развивать общество. И мы не побоялись тогда этого, были дискуссии по различным темам, по различным реформам, какой темп, какой стиль убирать этих реформ. И мы решились тогда на очень радикальные реформы, такой был стиль. Саакашвили этот стиль оправдал, потому что за 8 лет страна, которая импортирует электроэнергию и у которого нету все это, она уже это экспортирует. Страна, которая, так сказать, лидер в коррупции, сегодня лидер в антикоррупционной деятельности и так далее, и так далее. Георгий, последний вопрос. В Грузию приезжают не только лидеры западных стран, президенты, премьер-министры, но стали приезжать и представители стран бывшего Советского Союза. В чем интерес Грузии? Интерес, наверное, в первую очередь своими глазами увидеть те преобразования, которые можно увидеть невооруженным глазом, потому что увидеть центры обслуживания граждан в Руставе или посмотреть, за какое время можно зарегистрировать новую машину или зарегистрировать бизнес, посмотреть своими глазами, как разрушенная страна строит свою инфраструктуру, как страна, где было просто опасно выйти вечером на улицу, живет спокойно и одна из самых спокойных стран в нашем пространстве. Это интерес, как можно изменить страну за 8 лет, и этот интерес, конечно же, передается всем нашим соседям, и сегодня Грузия одна из самых популярных назначений туристических, назначений людей, которые интересуются вот этими преобразованиями. Спасибо большое, это был Георгий Габашвили, депутат парламента Грузии, в нашей передаче также принимал участие Гоча Чкетти, один из создателей молодежного движения Кмара. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова